Там, прямо скажу, мы очень недовольны остались результатами этой работы, поскольку стоимость земли резко возросла. Вот поэтому мы сегодня этот вопрос и подняли. В отношении земель населенных пунктов у меня пока информации нет. Но мы свою позицию, Союз садоводов, выразили недвусмысленно. То есть мы в Министерство природопользования направили свое обращение по поводу того, что действительно, ну это действительно абсурд, 1025 рублей стоит квадратный метр, тогда когда он до этого стоил, до первой, до этой переоценки стоил 13 рублей. Это же никуда ни в какие рамки не уходит. И действительно, люди, я понимаю этот вот звонок, это крик души, это крик души. Этого допускать нельзя, поэтому я так думаю, что, может быть, и даже не обращаясь к губернатору, что надо, наверное, к этому вопросу вернуться. Но как минимум, как минимум, это нужно снижать коэффициент. Кстати сказать, сегодня на конференции Юрий Николаевич говорил о тех льготах в отношении земельного налога, которые городской совет предполагает, он и применял, и будет продолжать работу в этом направлении, чтобы были какие-то льготы для пенсионеров, по крайней мере, для инвалидов, многодетных семей и так далее. Но в этом направлении надо еще поработать. Вот смотрите, сегодня 1 марта. Сегодня, по идее, должна была закончиться приватизация, имеется в виду такая вот, именно в многоквартирных домах, вернее, квартиры в многоквартирных домах. Вот я к чему? Я к тому, что вот та приватизация, дачная, вернее, амнистия, которая вот, она вот уже достаточно долго проходит, есть какие-то ограничительные сроки? То есть до какого года она была? Она у нас в 2010 году продлилась на 5 лет. Истекает дачная амнистия у нас 1 марта 2015 года. Так же, как и сама приватизация у нас. То есть они прямо социально направленные два закона в одно время заканчивают свой срок. То есть до 2015 года, 1 марта, пожалуйста, право еще будет в упрощенном порядке регистрации. А вот наблюдали такой момент, когда вот чем ближе к концу, тем очередь... Я сначала подачу на амнистие, а по приватизации-то мы уже знаем, что чем ближе к концу, то сразу всплеск идет. Я прошу просить меня за вторжение, так сказать. Дело в том, что относительно оформления прав собственности на землю, по-моему, никаких ограничений, никаких по срокам. Нет, мы сейчас про упрощенный порядок. Подождите, да. Никаких ограничений нет. А именно в отношении строений. Что строение декларативным путем, это только до 2015 года. А земельные участки нет никаких ограничений по срокам. Я почему-то так уверенно об этом говорю, потому что я этот вопрос буквально недавно с юристами прорабатываю. Да вам в должность сама велела все знать. Ну, люди обращаются, когда приходят, поэтому прежде чем дать какой-то конкретный ответ или что-то, мы с юристами прорабатываем. Кстати, в Союзе работают два квалифицированных юриста и ведут приемы, и можно получить любой ответ на любой вопрос относительно садоводства. Вы скажете, куда обращаться? Обращаться мы расположены, Союз расположен в поселке Куйбышева, улица Ветеранов Труда, 15А. Мой телефон 218-445-47-29-68 телефоны. Пожалуйста, обращайтесь. Предварительно по телефону мы с вами договариваемся о встрече, вы приходите со всеми документами, и юристы вам дадут квалифицированную помощь. Причем помощь у нас, скажем так, бесплатна. Помощь, но консультация бесплатна, но если это потребует судебных каких-то там решений вашего вопроса, здесь уже нужно будет. Это уже при встрече. Но все-таки я вернусь к приватизации всплеска. Вот, Андрей Александрович, вот какой был всплеск? Вот был ли всплеск в 2010 году? И вот что было с приватизацией? Я имею в виду уже не дачная амнистия, а уже именно с приватизацией. Вот как... Вот вопросик. Шквал был большой? Наплыв был, и немаленький. Приведем, опять же, цифры. То есть учреждение юстиции. Когда мы начали ввести Единого государственного реестр прав с 1998 года, с апреля месяца 1998 года, по 2012 год, например, вот мы взяли, возьмем цифры, приватизация была 15,5 тысяч объектов, зарегистрированного по договору на передачу квартиры в собственность граждан. За три месяца 2013 года выросло на 10 тысяч, порядка 10 тысяч. То есть, соответственно, представляем, какой был наплыв, какая давка была в администрации, в управлении жилищной политики. Ну, к нам приходили, мы справлялись. Есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Александрович, подскажите, пожалуйста, как быть? Дом построен в 1990 году. Рядом с домом были возведены постройки, это погребки. По хозяйственных книгах они считаются у нас как надворные постройки. Подойдут ли эти постройки и земли под ними под дачную амнистию? Спасибо большое. То есть, я понимаю, на этом земельном участке построен надворные постройки, то есть, на этом земельном участке, принадлежащем собственности, либо там пожизненнословим владением, там срочным пользованием. Конечно, пожалуйста. Декларация все для этого нужна. Заявление 200 рублей госпошлиное. Ну, теперь вы скажете, куда обращаться. Вот Гарин Иванович у нас тут проанонсировал. В МФЦ? В Оренбурге, в МФЦ. А если не в Оренбурге, можно в области? В территориях, пожалуйста. Это доступно все. И на сайте вся информация есть в райцентрах, где обращаться. У нас на Сергеевке даже выездное есть консультирование. К чему мы, почему мы к этому перешли? Потому что, вы знаете, мы тоже перед Эфимом с вами об этом говорили, что раньше в Росреестр были большие очереди. Сейчас все-таки ситуацию вы это как-то свели к нормальному уровню. Не дерево плохо. Хорошо. Сейчас очень модное понятие такое дорожная карта. Вот что это за дорожная карта? Вот именно с точки зрения для обывателя. Как это для человека? Что станет лучше? Дорожная карта была принята распоряжением правительства 1 декабря 2012 года. Это предусматривает улучшение качества и доступности госуслуг в сфере госрегистрации, постановки на кадастровый учет. То есть, ну, наш спектр предоставлений госуслуг. Это выдача информации из ЕГРП, государственная регистрация, выдача информации из ГКН и постановки на кадастровый учет. То есть, вот эти 4 госуслуги должны, они будут... То есть, по 2018 год... То есть, вы должны все упростить, чтобы это все было вот... Да. Как вот взял карту, поехал по дороге, и все быстро. Есть. Ну, если так просто, то да. То есть, 14-й год, заложенные моменты, что ряд документов можно будет сдавать в электронном виде на государственную регистрацию. То есть, сидя дома, заявитель может обратиться к нам на государственную регистрацию. Давайте примем звонок, у нас 4 минуты до конца программы. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Александр. Значит, у меня такой вопрос. У родителей есть дача в Кушкулях находится. Выданы свидетельства на право собственности земли с планом дачного участка 10-го, 08-го, 93-го года, подписанных по фону. Когда мы обратились к дострою на оформление в этот самый Вармаду, нам сказали, что нужно по новому восстанавливать документы, ехать на меру 14. Вот хотелось бы уточнить вопрос. Спасибо большое. На меру 14 получить про восстановивающий документ? Честно сказать, не совсем поняла. Я вопрос не уловил немножко. Ну, в данном случае что все-таки? На меру 14 у нас... Хорошо. Вот куда можно человеку прийти проконсультироваться? Проконсультироваться, пожалуйста. То есть прием, общественно приемный у нас в Росреестре, телефон 77-3704, можете записать предварительно какой-то вопрос, будет квалифицирован специалист. И я всегда говорю, пожалуйста, приходите все, что есть, какие документы есть. То есть по документам уже предметно, квалифицированную легче дать. Ну, понятно. Подводим итоги. Вот говорил, быстро время пролетает. Вот все-таки подводим итоги, как люди ответили на вопрос, который у нас был, как раз интерактивное голосование в ходе программы. Стоит ли заниматься приватизацией дачных участков? Так вот, 59 человек считают, что да, 66 человек считают, что нет, и 93 человека считают, что хлопотно. Вот, Андрей Александрович, как прокомментируете? То есть мы как раз говорили о том, что дачная амнистия, что это все упрощенно, а вот все оно получается хлопотно. Ну, если ничего не делать, оно будет хлопотно. Или от незнания просто? Возможно, от незнания. Пожалуйста, консультируйтесь. Ну, заняться этим нужно и недолго, по срокам. Росреестр, я говорю, у нас 10 дней всего регистрации, у нас в Росреестре 10 дней. Ну, что, например, поставить на кадастровый учет? Декларацию от руки написать, я думаю, это не сильно. Галин Ван, прямо вот одну минуту у нас осталось. Вот как вы прокомментируете голосование телеврителей? Ну, во-первых, действительно, это происходит потому, что человек не каждый же день занимается этими вопросами. И поэтому, естественно, ему кажется, что это очень сложно. Это вот хлопотно, но это нужно. Это нужно. Это же для себя вы делаете. И в конце концов, я еще раз повторяю, что если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, приходите и к нам, но только с документами. Потому что говорить без документов и какие-то консультации даже по телефону давать, мы видим документ, и сразу все становится ясно. Почему проблемы? Как их решить? И когда вот человеку схему его действий дальнейших прорисуешь, я думаю, что это не так будет хлопотно. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Я думаю, что эфир у нас получился сегодня достаточно полезным. Очень много звонков было. Будем надеяться. Да, и я думаю, что все-таки вы реализуете свою дорожную карту в 2018 году. И не будет вот такого результата, как сейчас у нас было на экране. Это была программа «Обратная связь». Следующий прямой эфир приведет мой коллега Виталий Дерябин. Во вторник, какая у него будет тема, вы узнаете из анонсов программы в программе «Новости дня». Желаю вам удачного вечера.